По традиции началось все с развлечения маленьких граждан нашего города. Детский праздник «Микрошка», организованный Центром культуры и молодежной политики, гремел на площади у фонтана. Волонтеры «Оса» и «Поколение» вместе с малышами прыгали и скакали, играли в активные игры, проводили конкурсы и викторины на знания истории России. Ребята активно принимали участие в забавах, водили хороводы и ручейки. В общем, веселились от души. Хорошо, очень нравится. Тут очень весело и не скучно. Хорошее, веселое, мне понравилось. Очень нравится. Позитивно, все хорошо, весело. Мне нравится приносить людям радость, особенно детям. Есть улыбки в глазах. Вообще весело с ними веселиться. Как бы окунуться в детство тоже вместе с ними интересно. Вы вместе с ребенком, смотрим, участвуете. Как вам вообще праздник? Отлично, настроение позитивное. Все радостные, веселые. Все классно очень. Особой восторг у ребятни вызвал конкурс, в котором им на щечках рисовали символ нашей родины – триколор. А затем площадь засияла разноцветными красками. Рисунки и надписи на тему «Я люблю Россию» украсили брусчатку. Чувство патриотизма в этот день захватывало всех – от мала до велика. Я рада за свою страну, что у нас это хорошо. Это за мной Путин у нас хороший мужик. Так что это все хорошо. Самое главное – это то, что мы все вместе. Мы единая страна. И очень здорово, что сегодня во всех уголках нашей страны походят такие замечательные мероприятия. Здорово, да? Здравствует Россия! Я в этот день чувствую гордость за свою страну. Все, кто пришел в этот день на площадь, стали свидетелями регистрации двух новых маленьких жителей нашей большой страны. В торжественной обстановке заместитель главы города Александр Новиков вручил свидетельство о рождении сына Егора семье Фомичевых и дочери Анастасии семье Сосновских-Шупляковых. Очень сильно безумно счастливы, чтобы главный малыш был здоровенький и крепенький. Для нас это самое главное. Новорожденные получили свой первый официальный документ. А пятеро десногорцев, которые достигли совершеннолетия, в торжественной обстановке получили паспорт гражданина Российской Федерации. Это очень круто на самом деле, получить паспорт, потому что ты чувствуешь себя уже совсем взрослым. И понимаешь, что теперь ты как бы можешь быть наказуем законом. Завершились праздничные мероприятия концертной программой «Будем всегда Россией гордиться», подготовленной коллективами художественной самодеятельности, Центра культуры и молодежной политики. Продолжение следует...